Хороший вопрос, хороший вопрос и, наверное, такой очень животрепещущий. Мне кажется, девушка должна оставаться личностью внутри. Если она что-то хочет изменить внешне с помощью пластического хирурга, если она хочет изменить нос, губы сделать больше, кому-то идут, если у кого-то от природы, допустим, очень узкие губы, почему нет, я считаю, чтобы дополнить до нормального уровня, не нужно увлекаться, потому что многие, конечно, периодически увлекаются и делают все больше, больше и больше, и это, конечно, смотрится на определенном этапе странновато. Но если чуть-чуть можно, почему нет. То же самое, например, если человеку не нравится, например, строение его носа. У меня, например, были девушки-клиентки, которые приходили, говорили, мы хотим, чтобы ты по-другому нарисовал наш нос. Я говорю, почему, ты же не будешь похожа на себя, на картину. Он говорит, а я посмотрю, как я буду выглядеть с таким носом, если мне понравится, тогда я действительно его переделаю. Но зачастую, вот бывает такое, что у девушки очень красивая внешность, очень красивый носик, скулы там красивые и так далее. Она хочет ее переделать, эту внешность. Я говорю, зачем? Я говорю, тебе как мужчина, ты отлично выглядишь, не нужно тебе это. Но это как стельки у Фрекенбок, помните из мультфильма? Вот она должна выйти на сцену в новых стельках. Ну и здесь то же самое, не совсем стельки, конечно, но многие люди, они видят себя по-другому, чем видим мы их. Вот я как художник, я постоянно с этим сталкиваюсь. То есть у человека свое представление о своей внешности, а у окружающих другое совсем. И достаточно сложно, вот и мне как художнику, когда пишу какую-то готовую картину, найти как бы точку соприкосновения, да, вот с таким типажем. Точно так же, как и пластический хирург, наверное, еще сложнее, потому что там-то уже не переделаешь, я-то могу переделать, что называется. Вот, а вообще, мне кажется, что самое главное, конечно, мужчины в первую очередь обращают внимание на внешность. Кто-то обращает внимание на грудь, там, например. Я, например, больше внимания обращаю на стройную фигуру, да. И наш первый взгляд, да, мужской, да, по психологии, считает, что мы там буквально в первые там 4-5 секунд уже можем определить, как бы подходит этот человек или нет. То же самое женщина точно так же чувствует. Если есть какая-то заинтересованность, это видно в первые там несколько секунд, а дальше уже как бы развивается ситуация и так далее. Насколько я знаю, там существует 7 или 8 разных стадий. Там сначала химия там проходит и так далее. И переход на каждую стадию каждые 2 года – это большая работа. Потом же доверие включается, дружба, там, опора, там, взаимопомощь и так далее. Но это как-то уже совсем так сложно, да. Вот, редко удается. Продолжение следует...